Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, кто смотрит наши эфиры уже не первый день. Мы рады вас приветствовать. Сегодня мы продолжаем тему, которую начинали вчера, по преодолению стресса. И сегодня мы поговорим про конкретно преодоление стрессом детской аудитории и как родителю помочь ребенку преодолеть стрессовую ситуацию. Меня зовут Алла Кондратьева, заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан. Со мной здесь Герасимова Вера Вадимовна, начальник отдела психологического сопровождения министерства. Ну и мы рады приветствовать наших экспертов из Москвы. Большое спасибо, что работаете с нами второй день. Это Захаров Алексей Валеевич, вагенный психолог, директор специализированных программ. И Хасай Магомедович Алиев, собственно, человек с большой историей и долгое время занимающимся и подготовкой военнослужащих, и отрядов специального значения. В свое время обучал сотрудников МВД, спасателей, психологов МЧС. Мы безумно рады, что такие специалисты сегодня здесь с нами. Здравствуйте, коллеги. Мы напоминаем, что работает телефон горячей линии, и ваши вопросы вы можете задавать по номеру 294-96-10. Операторы будут принимать звонки и передавать нам сюда, чтобы мы могли на них ответить. Также сегодня мы будем отвечать на те вопросы, которые поступили вчера уже после завершения эфира. Мы планируем эфир не более 60 минут, поэтому ваши звонки всегда приветствуются, и мы вас ждем. Уважаемые эксперты, еще раз добрый вечер. Ну и раз уж мы вчера начали говорить о стрессе, начали говорить о стрессе, как преодолевать их взрослыми, может быть, молодежью более старшего возраста, сегодня переходим к такой детской теме. Вот такой первый вопрос, а чем стресс взрослого человека отличается от стресса ребенка? Ну, с точки зрения механизмов практически ничем. То есть биологические механизмы, которые работают в организме человека, в детском организме или во взрослом, они те же самые. Носят они, понятное дело, очень сложный гормональный характер. И это вещи по своему механизму одинаковые, а вот по системе реакции и выхода из стрессовой травмы, естественно, что это вещи разные, потому что организм ребенка более лобилен, более выстроен в системе быстрого проживания, более быстрого проживания ситуаций. И поэтому какие-то вещи он проживает достаточно легко и легче, чем взрослый человек, вот, очень серьезно. Но какие-то вещи, особенно стрессовые факторы, которые являются такими опорными, раздражающими точками, если они у ребенка не проработаны, они потом скажутся у него в течение всей его жизни и запомнятся им, ребенку, на всю жизнь. То есть вот с одной стороны есть такой вариант быстрого выхода из травмы, а с другой стороны мы понимаем, что дети более точно и более жестко запоминают травмирующий фактор. Вот, и это вот такая четкая совершенно особенность, которую мы должны учитывать. Вот, что даже внешнее проявление ребенка спокойно по поводу каких-то раздражителей или случаев жизни, которые травмирующих случаев жизни, которые вроде бы во внешнем проявлении как-то никак не проявляются, но мы должны понимать, что рано или поздно она вылезет, проявится и может проявиться на любом этапе жизненного пути человека. Вот, потому что мы всегда, когда говорим, в том числе о взрослой психологии, говорим о проблемах взрослого человека, мы каждый раз говорим, что все проблемы взрослого человека из детства. Да, я хочу дополнить, если позволите. Я помню, когда я маленький был, я с ума сходил на первых уроках в школе, потому что, оказывается, у меня сосудистые нарушения, но такая родовая травма, может быть, у мамы была. Я сидел на уроке и просто сходил с ума вот с утра, значит, мне казалось, ну, когда же этот урок кончится, я хотела быстрее на перерыв, чтобы подвигаться немножко, но я же не догадывался маме об этом сказать. То есть я как ребенок, и дети отличаются тем, что они не имеют еще опыта сопоставления, и поэтому мне казалось, что все так мучаются, и я поэтому так терпел. Ну, вот, сказал бы я маме, чтобы что-то бы придумали, может быть, мне массажик и шеи сделали, и там точечки понажимали, и я бы на уроке сидел нормально. Чему я сейчас и учу детей, и мамам хочу сказать. Кстати, пользуясь случаем, я хочу сказать, завтра у нас очередной бесплатный ликбез, школа через будущего проводит на YouTube-канале, и туда будет сброслен зум для будущих мам. Потому что мы же болеем не только о сегодняшнем, мы болеем и о завтрашнем, чтобы мамы родили здоровых детей без всяких этих родовых травм, чтобы мамы лучше переносили беременность, родовые функции, материнские функции. Потом у меня большой опыт в этом отношении, и поэтому я, пользуясь случаем, приглашаю всех, кто захочет завтра, у нас будет бесплатный ликбез. Восемьдесят вечера по московскому времени. Еще хочу сказать, вот посмотрите о детях. Вот ребенок. Ребенок делает ключевой стресс-тест. Эта книга была у меня еще в девяносто шестом году. Почему ее показывают? Здесь написано «Защита от стресса», но самое главное внизу, как сохранить и реализовать себя в современных условиях. И здесь, в этой книге, три академика, которые помогали мне, консультировали, рецензировали. Это академик, директор института Сербского, академик Морозов, директор института, ну там академик по космическим проблемам, Забродин, который был потом замминистром по социальной политике. И, значит, директора института философии. Почему это имеет большое значение? Потому что на самом деле в нашей методике, которую мы показываем, в прошлый раз показывали, сегодня я немножко покажу, практически для детей, на самом деле лежит высокий философский смысл. Хаос, порядок. Лежит смысл, что человек по природе творец. И если мы, вот, например, я с детьми так работаю, я им говорю, о чем ты мечтаешь? Он говорит, хочу быть космонавтом, или хочу быть спортсменом великим, или хочу быть писателем. Дети очень много понимают в этом отношении, о чем они мечтают. А я говорю, вот тебе приемы, с помощью которых ты как инструментом сможешь пользоваться и быстрее достичь своей мечты. Вот таким подходом, а не просто так вот. Давай мы тебя научимся на стресс. Потому что он не всегда понимает, что он в стрессе. И очень много людей, которые живут и не понимают, почему дела падают, почему они агрессивны, почему они не могут договориться с друзьями, почему в семье проблемы. Они не понимают, что они в стрессе. Что надо просто снять стресс, и голова тогда начнет лучше работать. Хосей Магомедович, вот вы сейчас сказали очень важную вещь о том, что не понимают, что в стрессе. Как раз вчера, после уже завершения, у нас был вопрос на горячую линию. А как понять, что твой ребенок находится в стрессе? Потому что вроде бы он ведет себя точно так же. Ну как бы родителю сложно понять. А где был тот стресс? Наверное, вот вашей маме было сложно понять, что вы в школу приходите, для вас это стресс. Вот какие маркеры могут нам сказать, что стоит обратить внимание на состояние ребенка? Ну, во-первых, плохо спит. Во-вторых, раздражительно. В-третьих, не может сосредоточиться на том, что ему надо сосредоточиться. В-четвертых, у нас есть ключевой стресс-стресс. Это просто одна минута проба функциональная. Человеку предлагается сделать вот такое действие. Например, держать руки перед собой, положить их как на воду и вообразить. Вообразить, что они начинают расходиться в разные стороны. Если человек может отрешиться от всего и вообразить, что они расходятся, они начнут расходиться автоматически. А если он занят там решением каких-то проблем, он не может на этом сосредоточиться. Он не может отрешиться. И руки не пойдут. Это такой почти объективный тест. За одну минуту можно тысячу детей попросить. Держите руки вот так и вообразите, что руки расходятся. И у кого они пойдут, значит, стресс обменьшит. Одновременно этот же стресс-стресс обладает обратной связью. У кого они пошли, у него стресс еще больше снижается. А у кого они пошли, надо ему дать хлёст. В упражнениях хлёст я покажу еще раз. Просто бросать руки вот так вот. Бросать руки и думать, о чем думается. Переживать. Потом делать упражнения лыжник. Бросать руки вниз, пятки поднимать. А кому удобно, может быть, бросать руки вверх, пятки поднимать. А кому удобно делать вот так, наклонившись. У меня одна дама вот так делала. Потом говорит, ой, как мне это приятно. Прямо выходить оттуда не хочется. Значит, и подошло это действие. А потом я спрашиваю, а чем вы занимаетесь в жизни? Она говорит, я лыжница. А вот почему она лыжница. Потому что это действие ей синхронно. То есть по существу можно не просто проверить, есть стресс или нет, но путем перебора приемов и подобрать какую-то способность, чтобы человек проявил свою способность и дальше в этом деле развивался. Поэтому вот так вот. Ну и, конечно, беседа. Конечно, доверительная беседа. Потому что если родители научатся правильно с детьми разговаривать, правильно, это знаете как, это когда я и мой собеседник, даже проблемный собеседник, даже ребенок, когда мы имеем такое доверие, когда вместе хотим решить этот вопрос. Это называется синергетический диалог. Не формальный, а именно синергетический. Когда мы искренне хотим помочь. И если мама или папа искренне хочет помочь ребенку, у него включаются бессознательные механизмы, которые подсказывают родителю, как задать правильный вопрос. Главное, искренне с собой. И тогда лучше получается. Спасибо большое. Позвольте такой сопутствующий вопрос. Иногда мы действительно все-таки не замечаем, что ребенок в стрессовой ситуации. И известный случай, когда стрессовый выливается в агрессию. Как здесь родителю реагировать? Искать ли в агрессии стрессовую ситуацию? Пытаться ли сначала погасить агрессию, потом найти ее поичину? Как вообще в ситуации, особенно это в подростковом возрасте, когда мы знаем, что вот это выражение «горячая кровь» 14, 15, 16 лет. Как здесь немного заставить подростка выдохнуть и начать конструктивно рассказывать, что же случилось или почему происходят вот такие вспышки, иногда агрессия? Ну, надо прежде всего понять, что агрессивное выражение эмоций ребенка – это естественный процесс, и ничего неестественного в этом процессе нет. То есть каждый человек, каждый ребенок может агрессивно выражать свои мысли, свои поступки, и это является фактором естественным для них. Родители должны это понимать. Ничего неестественного в этом вопросе нет. Нужно понимать, что агрессия выражается по-разному совершенно у детей. Некоторые дети рвут, что называется, у себя на груди рубаху, машут руками и производят активные действия. У некоторых агрессия уходит внутрь. И внешне эти дети совершенно незаметные. Но при этом надо понимать, что агрессия у них присутствует. Она у них есть, но она не выливается наружу и не компенсируется никоим образом. То есть два вида проявлений. Это либо такое активное, видимое проявление, либо зажатое проявление, которое определено в системе направления агрессии внутрь себя. Оно не проявляется. Вот мы как раз столкнулись с ситуацией здесь, с фактором проявления внутренней агрессии, которая накапливалась очень здорово. Нужно понимать, что второй случай, второй случай более тяжелый. Потому что дети, которые выливают свою агрессию непосредственно здесь и сейчас, они быстро компенсируются фактором изливания этой агрессии и становятся более управляемыми, более вменяемыми в системе взаимодействия. Ситуация тихой агрессии, которая направлена вовнутрь, это тяжелый фактор, потому что он не отображается во внешних действиях. Но агрессия накапливается. И нужно понимать, что за такой тихой агрессией следует ситуация, которая связана с тем, что человек теряет все свои ресурсы. Вот. В этот момент. Это фактор очень тяжелый. Вот. И понятное дело, что справиться с человеком, который теряет все свои ресурсы, достаточно сложно. Вот. Мало того, что, вот эта ситуация, она может возникнуть неожиданно совершенно, совершенно взрывно и неуправляема с точки зрения сознания ребенка вообще никакого. Поэтому вот два вида проявлений, за которыми надо естественным образом следить и в большей степени стараться реагировать, конечно, на ситуацию внутренней скрытой агрессии, потому что она влечет за собой серьезное истощение организма. И здесь как бы и та, и другая сторона важна. Если ребенок ведет себя агрессивно, если он ведет агрессивно, ему надо дать возможность, дать возможность вылить эту агрессию. или предоставить ему каналы так называемые излития этой агрессии соответствующим образом. Вот. С тем, чтобы если он плачет, пусть плачет. Если он там начинает махать руками, очень хорошо помахать руками вместе с ними в этот момент. То есть, когда вы начнете выстраивать ситуацию повторения его агрессивных действий, ребенок вылит эту агрессию сразу вместе, но естественным образом он будет как бы отражать ситуацию действия родителей или взрослых, которые не заинтересованно воспримут эти действия соответствующим образом. Поэтому это такой вариант очень серьезный и правильный. Есть варианты, которые позволяют предотвратить агрессивные выплески, определяя эти выплески в системе упорядоченных действий. И это правильно, это то, что делает синхрогимнастика Хасай Магомедович. Она позволяет заранее канализировать выплеск агрессии и направить ее в нужную сторону. Заранее выстроить эту ситуацию, связанную с тем, чтобы она была... Правильно, это нагрузить ребенка соответствующим образом, чтобы его варианты физической нагрузки позволяли выйти его психологической агрессии, эмоциональной агрессии. Здесь вот хорошо наши предшественники на эту тему говорили, очень правильно было сказано на эту тему, что надо нагружать ребенка, надо выстраивать систему занятости ребенка конкретным делом. Поэтому вот здесь агрессивные вещи, они легко канализируются. Легко канализируются. Вот еще раз повторяю, что самый сложный вариант возникает с внутренней зажатой агрессией, которая направлена у ребенка вовнутрь. Самую сложную ситуацию как раз представляют тихушники. И здесь нужно повышенное внимание родителей к проявлениям зажатости ребенка, к проявлениям его сна. Хосай правильно сказал, что сон – один из показателей такой серьезного варианта, который связан с этими вещами. Нужно говорить еще о том, что повышается ситуация водного обмена в организме у детей. То есть они больше пьют, у них очень много потребляют жидкости, и естественным образом больше ходят в туалет, в том числе ночью. То есть это тоже показатели, которые четко определяют действия. Это заторможенность действий ребенка, который не сразу отвечает на какой-то позыв со стороны взрослых или сверстников, а через какое-то время они тормозят достаточно здорово. Тоже такие показатели. Показатели цвета кожных покровов, которые возникают у детей даже при факторах, связанных с заторможенностью, либо багрово-красной кожной покровы, либо наоборот белой кожной покровы, то есть либо яркие, либо светлая, бледность, особенно носогубной складки. Вот все эти вещи, они показывают, что ребенок находится в нестандартной ситуации. Соблизывание губ – это неконтролируемые и неопределенные, будем говорить так, сознанием мышечные действия. То есть ребенок передергивает плечами, вот сейчас передергивает плечами, может размахивать руками совершенно и без каких-либо причин, втягивает голову в плечи или наоборот вынимает, вот передергивание головой. Возникает у него. Он пытается интуитивно снять мышечные зажимы, которые у него вместе с стрессом возникают. То есть это вот все показатели стрессовой травмы, которые проявляются в физиологическом аппарате ребенка соответствующим образом. Поэтому на это надо обращать серьезное внимание. Еще раз повторяю, более серьезное внимание – это как раз к тихушникам. Как раз механизмы ключевых действий синхрогимнастики позволяют предотвращать эти вещи. Снимать мышечные зажимы, организовывать работу физического, соматического аппарата организма. То есть он стабилизирует эти вещи, гармонизирует эти вещи. И поэтому ребенок переживает их проще без соматических затрат, без таких факторов достаточно серьезных. Поэтому вот здесь это очень важно. Вот я хочу в продолжении сказать. Моя дочка Шейла, она психолога, сотни детей избавила от ночного инуреза в свое время, потому что она им просто предложила вот это вот шалтай-балтай. Просто вот так вот шалтай-балтай. Детишки маленькие-маленькие. Они еще были такого детсадовского возраста. Просто она с ними делала шалтай-балтай, шалтай-балтай. И многие-многие-многие сразу буквально через 2-3 дня переставали писаться. Кстати говоря, детский инурез – это один из таких скрытых моментов как раз-таки вот этой вот внутренней напряженности. Потому что ребенок так быстро может заснуть и не заметить. Я вот в источнике сербского, когда мы утверждали в Израиле СССР методику, как раз с детско-подростковым отделением работала, где инуретики были. И я их учил вот шалтай-балтай. Вот для этого. Вот второе, вот то, что Алексей Валерьевич сказал, очень интересно. Дети не всегда осознают свои проблемы. Вот одна очень интересная писательница случай такой рассказывала. Это очень замечательный случай, когда она пришла в гости к своей подруге, они там пили чай, а ее сын сидел, подросточек сидел и сверлил свою маму глазами все время. Она вот в гости никак не могла понять, чего он так на нее смотрит. А потом в какой-то момент этот мальчик говорит, невзирая на обстановку и разговор матери таким грубым тоном, ну как твой клык? Оказывается, мать всю ночь болела зубом, страдала. И мальчик сидел, переживал, но поскольку он не мог собраться с мыслью и спросить деликатно, мама, как ты себя чувствуешь, он мне грубо сказал, ну как твой клык. Он переживал в этот момент о своей маме, а выглядел это такой грубостью. Вот о чем я хочу сказать, как мы должны быть чувствительны к поведению детей. И еще следующее хочу сказать насчет санфогимнастики. Как создается прием. Вот мама привела ребенка и говорит, у него там через 2-3 дня экзамен. А он вместо того, чтобы сосредоточиться, все время сидит и вот так делает. Вот эти повторяемые движения. Научите его успокоиться, чтобы он мог спокойно сидеть и сосредоточиться. Я ему тогда сказал, покажи, как ты это делаешь. Он стал показывать, как это делает. Я ему сказал, делай как можно больше. А мама прямо с таким удивлением. Я говорю, для чего его привела? И он начал делать. Делал, делал, делал. А потом говорит, а сколько еще делать? А я говорю, что устал? Да нет, мне уже просто больше не хочется. Я говорю, вот тебе домашнее задание. За 2-3 дня, вот как раз осталось до экзамена, каждый день садись и сознательно вот так вот делай. И вот так мы родили ему один прием из его собственных инструктивных защитных действий. Осознанно теперь он применял его как упражнение в синхрогимнастике. Потом нормально сдал их. То есть наблюдая за поведением детей, как Алексей Валерьевич сказал, кто-то дергает плечо, кто-то дергает вот так, кто-то что-то делает. Предлагать ему делать это сознательно в виде упражнения. Таким образом, мы переводим вот этот ресурс инструктивной защиты нервной системы на сознательный уровень и тем самым потом может человек управлять своим состоянием, не дергая плечо. Еще хочу сказать, вот учили мы у Гальцева в Питере, значит... У Юрия Гальцева. У Юрия Гальцева, да. Его я учил, это из синхрогимнастики, и потом, значит, всех его студентов, которые будущие актеры. Ну, вы можете фотографии там в интернете посмотреть. И, короче говоря, они так удивлялись, когда у них руки вдруг начинали расходить. Там на фотографиях просто такие улыбки вдруг сразу появляются, потому что это тот самый момент, когда ты вдруг пожелал, чтобы руки пошли, и в какой-то момент, когда ты им не мешаешь, это ключевой средств, повторюсь, и они идеомоторно пошли. И у многих людей от неожиданности, что его желание исполнилось необыкновенным образом, что действительно он никогда не думал, тут разрыв шаблона происходит. И он сразу переходит в тот самый триггерный переход, который модно называют квантовым переходом, и на то самое состояние, квантовый переход, именно где подключаются все ресурсные аптеки организма для его самоисцеления, для его гармонизации, для развития его сознательных возможностей. Это ключевой стресс-тресс, и прошу обратить внимание на него, для родителей, потому что они могут предложить своим детям ну-ка, держи руки вот так. Это делается стоя или сидя. Если человек делает, даже родители могут вместе с детьми, когда вместе делают, у них атмосфера психологическая хорошая, доверительная появляется. Учителя в классе, вот я был профессором в кафедре здоровья и сбережения Нижегородской института развития и образования. Всех преподавателей учил, чтобы они детей в школе, в классе, вот, например, урок начинается, ну-ка, сделайте хлёст полминутки, ну-ка, сделайте лыжника полминутки, ну-ка, сделайте шалтай-болтай, поплавайте, и бой с тенью, бой с тенью. Агрессию, агрессию. Кто хочет сбросить агрессивность, бой с тенью, ведь спортсмены, боксеры, прекрасно это знают. Жалко, что они не рекомендуют это всем, потому что бой с тенью, ты-то можешь, а вот в Японии куклу начальника колотят, для того, чтобы в себя прийти. А это можно моделировать просто, как игру. Представляешь себе, куклу начальника, это и министру можно, и замминистру можно, и всем обиды свои, вот ты пришёл домой, на тебя начальник наорал, а ты потом орёшь на детей. И вместо того, чтобы так делать, можно просто войти в свою комнату, отдалиться, чтобы тебя никто не видел, ты в свободен, в чистом поле. И давай молоти свою обиду, и молоти своего противника, так это же лучше выпустить пар, чем выпустить этот пар на детей. Или на близких. Я вот хочу поддержать Хосай Магомедович, потому что очень важный вариант это работа с детьми, потому что они какие-то вещи действительно не понимают, не выстраивают в системе игры. Вот, собственно, те приёмы, которые были показаны, они хорошо встраиваются в игровые различные действия, которые с детьми можно проводить. Ну, допустим, со старшими они-то всё поймут, и это можно делать спокойно, а вот с детишками младшего возраста тут, естественно, игровые вещи очень хорошо встраиваются, помогают. Мы делали такие вещи, отрабатывали такие вещи, в том числе вот с известным клоуном Куклачёвым, он нам помогал вот после теракта в Беслане, мы работали с детьми Беслана, он как раз проводил групповые занятия, куда были интегрированы упражнения и синхрогимнастики, которые дети активно выстраивали и делали в системе повторения. Ну, дети, понятно, все, что дети-обезьянки такие очень хорошие, и они готовы повторять и делать какие-то вещи, которые им нравятся, особенно если они не задумываются о целесообразности этих действий, всего, но помахать руками, попрыгать, подрыгать ногами, они всегда готовы, вот, и включить эти вещи, это надо делать обязательно. Не обязательно там называть эти вещи синхрогимнастией какими-то либо делами, но надо понимать, что синхронные и повторяющиеся действия, которые производит ребенок, они несут в себе правильный психофизиологический заряд, и они позволяют ребенку разгрузиться и выплеснуть свою агрессию в систему этих действий, это канал направления, который снимает агрессивные факторы, стопроцентно. Поэтому здесь задача, конечно, взрослых выстроить систему таких действий, чтобы они определялись и работали. Понятно, что дети как обезьянки, им проще это делать, когда это делает группа. Вот они смотрят по сторонам, группа машет руками и они начинают махать руками. Группа дрыгает ногами и они дрыгают ногами замечательным образом. Поэтому вот эти детские факторы, они важны как раз в выстраивании групповых занятий, групповых действий каких-то таких серьезных. Поэтому нужно создавать такие группы и пусть делают и действуют. Это определенным образом их сплачивает, определенным образом перекладывает ситуацию своего негативного заряда на группу, распределяет ее и у ребенка появляется возможность опереться на своих сверстников, опереться на родителей в системе этих действий и нормально преодолеть вот те ситуации, тяжелые, травмирующие, которые с ними происходят. Вот это очень важный вариант перевода как раз направления действий на групповые занятия. Здесь вот надо, еще раз повторяю, это не обязательно должно быть в рамках школы, но это надо делать там во дворе, это можно сделать, это можно собрать, что называется, людей, которые оказались вместе пострадавшими и как-то... Это соберет с собой и родителей, и детей. Это позволит родителям также снять с себя психологическую нагрузку, потому что они тоже соберутся в коллектив и будут проявлять заботу по отношению к детям. Вот фактор, мы уже говорили об этом, это очень важный психофизиологический фактор и психотерапевтический фактор проявления заботы о человеке, который рядом. Потому что это стопроцентные осознанные, заботливые, ласковые действия, которые снимают нагрузку с самого человека, который заботится. Вот оказывая заботу о другом, ты помогаешь самому себе. Вот это очень важный фактор. Поэтому для родителей это очень важно выстроиться в группе таким образом и проявлять заботу и для детей. И еще очень важно в этой ситуации, чтобы родители, особенно мамы, это вот мам касается, немножко показали перед своими детьми, что они тоже слабенькие, что им тоже нужна помощь. И обратились к детям за этой помощью. И чтобы дети стали проявлять заботу по отношению к маме или по отношению к младшей сестренке или к младшему братику и проявляли свою заботу таким образом, реализуя психотерапевтический акт. Реально. Пусть они занимаются и делают эти упражнения вместе с ними. Пусть ребенок сам становится и учит маму, как делать шалтай-болтай. Потому что у девочки маленькой это получится лучше и интереснее. Пусть ребенок, делая шалтай-болтай, вспомнит какой-нибудь стишок интересный и расскажет этот стишок. Пусть родители из своего детства делая шалтай-болтай вместе с детьми тоже вспомнят этот стишок и расскажут. Пусть когда они соберутся в группу, пусть они придумают конкурс на лучший стишок делая шалтай-болтай. И это очень важные вещи, которые соединят, сплотят людей, распределяют травмирующую нагрузку на всех, расслабят ее таким образом. Выстроят систему заботы, выстроят систему базы для восполнения собственного ресурса и соответствующим образом мобилизуют и родителей, и детей. Это сплотит и семью, это сплотит коллектив, и дальше это будет база для движения вперед в системе развития вместе уже. Они будут двигаться вперед вместе в системе уже развития, вылезая из этой ситуации, что очень важно. Мне задавали вопрос, как детей научить таким простым действием, чтобы они делали психогимнастику, я дал совет, этот совет сработал, я говорю, вы родители сами делайте, и при этом, когда вы это делаете, говорите детям, не детям, а сами себе, как бы, ой, как хорошо, ой, как хорошо, и дети, когда это видят, начинают потом повторять. Да, и вот еще одно простое действие гармонизирующее, если попросить человека, или даже целый зал сидит, тысяча человек, просто попросить, найдите такое повторяемое движение, ну, красивое, гармонизирующее такое, и вот ищите своей рукой приятное движение, вот сидит человек и делает вот это, у него снимается при этом напряжение, потому что он гармонию ищет, красивое, вот красивое и гармоничное, очень связанное, и вдруг в какой-то момент вот это доминат начинает распространяться по всему организму, и уже возникает какая-то раскованность, вот у меня появится раскованность, я могу сейчас песни петь, стихи читать, сочинять и так далее, а вот для детей вот интересно, можно просто сказать, чтобы они занимались психогимнастикой, развивали свои качества и способности, просто сказать, вот ты же мечтаешь чем-то, кем-то быть, да, вот я тебе научу сейчас, как, чтобы твои мечты исполнялись, давай пробное желание попробуем, как у тебя исполняется, а он спрашивает, а как это, ну, представь себе, что твои руки по твоему желанию пошли, не мешай, задумайся, представь свое желание, и представь, что руки расходятся, руки пошли, его пробное желание исполнилось, исполнилось, вот теперь продолжая это действие, ну, вот эти все вот методические детали, там у нас можно посмотреть, никаких проблем нет, в ютубе у нас посмотреть, как назад идти, как вот переключение доминанта, вздохнуть, выдохнуть, улыбнуться, и они раз сразу пошли назад, распробное желание исполняется, значит, теперь вы еще раз делаете и мечтай теперь о своем большом желании, оно тоже начнет исполняться. Мы, когда вот такие групповые занятия проводили с Хасаем, мы всегда создавали вот это пробное желание замечательное, которое было связано с таким понятием, как давайте полетаем, кто умеет летать, вот, понятное дело, что никто не умеет летать, но всем хочется, вот, и создавали вот эту ситуацию полета, ощущение полета внутри, для детей, они очень быстро подхватывают, и они улетают очень быстро, вот, делают ключевое это действие, руки у них пошли в стороны, руки, как крылышки расходятся, и они у нас летят, мы говорим, ну вот, давайте мы все вместе, вот такой дружной пчичьей стаей полетим куда-то, и полетели, руки разбежались, полетели, и при этом мы определили того, что мы летим какой-то хорошей местностью, и какая она прекрасная, и какая замечательная, и сюда психотерапевтическую беседу ввели в систему этого полета, и дети получают этот вариант этого полета, потому что они ощущают удовольствие, удовлетворение от этого действия, стопроцентно, они получают такой релакс, катарсис, который позволяет им выстроить, у них чистые мозги возникают, выстраиваются, абсолютно чистые мозги, и им нравится вот эта чистота своей головы, они хватаются за нее, и они очень хорошо реагируют на эти вещи, поэтому вот здесь важно, чтобы или преподаватели, ну взрослые, естественно, находящиеся рядом, посмотрели, помечтали сами, что называется, отправились в полет вместе со своими детьми, это очень важная вещь, ощущения достигаются детьми очень хорошо и очень быстро, эти ощущения, они запоминают, они потом с большим удовольствием повторяют эти вещи, они с большим удовольствием учат других детей это делать, и ради бога пусть учат, и пусть они выступают в качестве таких ну как бы волонтеров, которые будут учить детей вот делать такие вещи, которые им нравятся, они абсолютно волшебны в системе ощущений, эти вещи, потому что для детей они же не понимают собственно процессов психофизиологических, которые есть, они ощущают действия, которые приносят им удовольствие и удовлетворение, и это как раз снимает стрессовую нагрузку, закрепляет ситуацию ресурса, вот, они получают как бы как второе дыхание, поэтому вот давайте отправляться в полет почаще. И в плане игры, как чтобы дети играли в эти приемы, есть у нас игра в космонавт. то есть можно просто встать, это и ребенку, и взрослому очень полезно. Встаешь просто вот так вот, и представляешь, что ты в космосе, отпускаешь руки, что ты в космическом корабле, летаешь вот в этой невесомости, и имитируешь это. И через это ты входишь в образ ноли, и через некоторое время ты и чувствуешь, что у тебя все отпускает внутри, потом ты садишься, делаешь взгляд рассеянный, думаешь, о чем думается, сидишь, как сидишь, отпускаешь свое тело в зеленую зону, как я говорил, и это буквально за 2-3 минуты ты успокаиваешься. Вот 10 минут назад у тебя было сильное напряжение, агрессивное состояние, ты мог тарелку бросить, выругаться, а тут вот это сделал, полетал, поиграл в космонавта, в эту невесомость, сел, отпустил мысли на самотелку, и вдруг а некоторые заснут, а некоторые заплачут, выпустят пар. Да, вот это и надо сделать. Да, и вот так вот, если несколько дней поделать, вот 5 минут потренировался, вот так, играв в космонавта, потом вдруг ты замечаешь, что ты становишься в равновешении. Это простые действия, но они очень сихронны к текущему состоянию. Я вам хочу сказать, что каждый из нас творится. Я почему свои картины вот всегда показываю, всегда, когда провожу свои вебинары и прочее, потому что показать, что я никогда не учился рисовать. Но я вам приведу пример, что каждый из нас творится. Вот не знаю, что мы рисовать все будем, у нас будет творческий подход. Творческий подход это поиск наиболее простого решения с минимальными затратами, чтобы оно было эффективным. То есть я учу изобретать, будь в рисовании, будь в музыке, будь в чем угодно. И вот для подростков, для подростков как раз таки быть разработчиком новых проектов, новых технологий. Как раз таки вот то, что я сейчас скажу, очень важно. Вот я летел в самолете. Я летел в самолете. после вот мы с Алексеем ездили, там тарахты, недосыпания, там и так далее. Детел в самолете. Очень тяжелое состояние. Ну, такое тяжелое. Не высыпание этими днями, такое утомление и так далее. И вдруг у меня моторы, видимо, переключились в самолете, частоты. Вдруг я услышал в себе как бы вот какую-то музыку. Ну, сначала я подумал, что эта музыка радио играет. Я смотрю, радио выключено. Оказывается, музыка играла во мне. А я вообще к музыке не приспособленный человек. Меня в детстве, когда я учился играть на скрипке, меня мама заставляла. Так я ее ненавидел, эту скрипку, потому что она у меня была в Матерчика в футбляже, а у всех других детей в кожаном. И мне было так невовко идти с ней по улице. И мне казалось, что все окна домов смотрят только на меня. Я так не любил эту скрипку. Но я же не догадывался маме сказать. Мама, у меня из-за того, что у меня окупляр не тут. Не догадывался. Но скрипку из-за... И меня выгнали в конце концов четвертого класса музыкальной школы вот этой скрипки, потому что, оказывается, у меня нет слуха. Ну, короче говоря, лечу в самолете и вдруг вот услышал внутри себя эту музыку, прислушался к ней. Это был такой божественный оркестр. И соло вела скрипка. Боже мой, если бы я помнил эти ноты, я бы тоже записал. Это было бы такое великое произведение. Оказывается, гармония внутри нас. Просто вот это вот мотор, вот эта чистота в какой-то момент синхронизировались с моим вот этим переутомленным состоянием и раскрыли вот эту внутреннюю гармонию. Вот это интересно. Гармония у нас у всех есть. У нас у всех творец внутри, условно говоря. Вот это божья иска. Она у всех есть. Просто нужно найти те синхронизирующие действия, которые освободят сознание, ваши способности, и вы почувствуете, чего вы хотите, как этого достичь. Ну, эти методические вещи мы тогда вот давно еще хочу показать. Видите, на школьной доске рисовали эти формулы, приемные ключи к там сердечкам. А это было создание системы широкой психологической помощи в Москве и регионах на основе метода ключ. Вот. организовывали эти вебинары, семинары тогда назывались, это, знаете, Комитет общественных и межрегиональных связей правительства Москвы. Это был 98-й год. И я вам очень благодарен, что вы инициатор сегодня как раз использования вот тех ресурсов, которые в туне оказались, в туне оказались, потому что все вот так вот социально поменялось, новые приоритеты, а сегодня надо выстраивать новый приоритет человечность. Спасибо большое, уважаемые эксперты, за ваши развернутые ответы. Так как времени до конца эфира у нас остается немного, есть предложение ответить на те вопросы, которые поступают по телефону горячей линии. Первый из них был следующий. Совсем скоро лето, для ребенка это смена обстановки, школа, вроде как учеба основная заканчивается, вот непосредственно кто задает вопрос, ребенок говорит отправиться в лагерь, как подготовить его, потому что маме кажется, что это достаточно стрессовая ситуация, где ее нет, он один в новом коллективе, как можно, какие инструменты можно дать ребенку, или что сказать, чтобы это не привело к какому-то затяжному стрессу для ребенка там на месте? Ну, надо понимать, что это стрессовая ситуация не для ребенка, для мамы, потому что ребенок, который живой и здоровый после того, что произошло, который находится на глазах мамы, это утешение, очень важно утешение, которое хочется видеть и видеть, и отказываться от него маме очень трудно, поэтому ситуация отправления ребенка в лагерь после такой ситуации, после того, что случилось, это стрессовая ситуация для мамы, а не для ребенка, ребенок, поверьте, спокойненько себе поедет и спокойненько отдохнет и спокойно выстроит. Задача мамы в этой ситуации сделать так, чтобы он отдохнул, восстановился. То есть она ему должна поставить такие задачи. Потому что если этого не будет, то маме будет тяжело. Поэтому его задача правильно и хорошо себя вести в лагере для того, чтобы маме здесь было легко переживать то, что происходит здесь и сейчас. Вот такие вещи. Значит, ребенок никак не пострадает. Если он поедет, он очень быстро перестроится. Там не будет никаких проблем, я больше чем уверен. Если лагерь правильно организует систему занятости, правильно выстроит систему работы коллектива, будет все хорошо и приятно и замечательно. Я сразу хочу сказать сегодня, воспользоваться ситуацией. Мы с вами не в простой день обсуждаем эти вещи. Сегодня 19 мая, день пионерской организации хочу всех поздравить, кто был пионерами, потому что пионерская организация, помимо различных партийно-идеологических факторов, несла в себе очень большой правильный заряд организации детей. И те механизмы, которые действовали в системе реализации, централизованные механизмы, которые действовали в системе реализации пионерской организации, очень здорово помогали детям выходить из трудных положений. И заметьте, что они выходили из трудных положений, проходя ситуацию голода, проходя ситуацию Великой Отечественной войны. Все это было вместе с пионерской организацией, и пионерская организация здорово помогла детям выйти из стрессовых ситуаций и остаться героями, что называется. Пионерская организация была основным, главным проводником теории массового героизма, которая выстраивалась в Советском Союзе в то время. Поэтому хороший день сегодня. Давайте мы вспомним про это и попробуем, чтобы, дай бог, чтобы пионерские лагеря или просто лагеря, куда сейчас едут дети, выстроились с позиции этой позиции тоже. Уважаемые коллеги, вот еще поступил один вопрос на горячую линию. Видимо, это все-таки папа, который говорит о том, что зачастую в семьях именно сами родители порой осознанно, в том числе, создают определенные стрессовые ситуации для своих детей. Слушая наш эфир, немножечко у отцов, видимо, возникла тревога, насколько это допустимо. Вот можете прокомментировать эту тревогу внимательного папы, воспитывающего своего ребенка. То есть насколько порой допустимо родителям, допустимо ли это вообще создавать в процессе воспитания своего ребенка некие такие стрессовые ситуации. И если это все-таки создается, да, они, то как это сделать, если это допустимо действительно правильно и с ориентацией на результат? Ну здесь, Хаса, извини, сейчас, здесь два варианта очень четких. Стрессовые ситуации, которые возникают в результате межличностного общения детей и родителей, или стрессовые ситуации, которые возникают в результате неправильного межличностного общения родителей на глазах у детей, либо целенаправленные, так называемые в кавычках кризисы, которые родители должны создавать для детей, формируя у них волевую составляющую для самопреодоления, формируя волевые факторы, которые необходимы ребенку в системе преодоления и в системе развития. Это очень важная вещь. То, что касается первого варианта, который возникает из, будем говорить так, из невыстроенной системе взаимоотношений родителей на глазах у ребенка, значит, эти вопросы, естественно, нужно убирать из семьи, приглашать специалиста или идти к специалисту, психологу, папе и маме и ставить вопросы перед специалистом, как утрясти ситуацию взаимоотношений таким образом, чтобы она не откладывалась на сознание ребенка и на этих вещах. Это однозначный фактор, он должен пониматься родителями осознанно, четко, совершенно. Не надо стараться делать из детей копии самих себя. Ребенок – это неповторимая личность самостоятельная совершенно, и родители должны об этом понимать и помнить. Поэтому стрессы ребенку нужны. Ребенок должен учиться выстраиваться в системе стресса. Ребенок должен учиться пользоваться стрессом совершенно четко. Но в системе преодоления самого себя, в системе формирования волевого фактора, в системе выстраивания платформы для своего собственного развития. Это должно быть прагматичное действие, которое определено. Понятно, не все родители готовы к такой работе, но для этого есть педагоги, для этого есть специалисты-психологи, которые могут помочь выстроить такую работу соответствующим образом. Мы тоже этим вопросом занимаемся. Вот Хасай занимается вопросом использования стресса в качестве базы для создания ресурса. Очень важно. Стресс становится как бы помогающим фактором, создающий ресурс для ребенка и для человека, который использует этот ресурс для собственного развития. Это очень важная вещь. Но это целенаправленное действие, длительная работа и очень серьезная работа. Поэтому вот эти вещи везде надо разделить. Озабоченность папы понятная, абсолютно понятна. Он правильно понимает ситуацию, что варианты стрессового, очень часто варианты стрессового заражения в семье идут от родителей. Если он это понимает, он должен понимать, что нужно определиться в системе действия со стрессами таким образом, чтобы стресс неправильных взаимоотношений старших не разрушал психику ребенка. И чтобы он использовал стресс в качестве системы своего собственного развития, в системе методических действий, которые определяют развитие этого ребенка в соответствующем уровне. Я хочу добавить, что этот вопрос как раз таки у меня сразу сколыхнул. Тот афоризм, который я давно уже много лет придумал и все время постоянно повторяю. Мы не живем в головах друг у друга. Именно. Поэтому самое главное, чтобы люди научились задавать вопросы и разговаривать с друг другом. Потому что мы не живем в головах друг у друга. И поэтому вот сейчас Алексей Валерьевич в нескольких вариантах отвечал на этот вопрос. Потому что в вопросе не было понятно. Поэтому просьба всех. Давайте научимся. Я сам себя постоянно тренирую. Когда я с дочерью разговариваю или с сыном, или с правнуком со своим. Вот скоро буду разговаривать. Вот он что-то мне скажет. Дедуля, а что ты делаешь? Или что? А я должен спросить. А что ты имеешь в виду? Вот надо быть любознательным. Вот только почемочки становятся в дикиме. Потому что почемочки, если вопрос непонятен, он спросит. А у нас существует шаблон. Чтобы мы не выглядели как глупые. Вот подростки, они боятся показаться неумными, не сильными. Они боятся задать вопрос. Да и школа нас так учила. Вот я помню, я же тоже школьником был. И пионером был, и серб, и гордился этим. И комсомольцем был, и гордился этим. Ну, у нас же были определенные культуральные свои возможности и способности, но это и объединяет людей, в то же время разъединяет людей, как и все. Как и все. Потому что все зависит от того наставника. Все зависит от педагога, от родителя. Поэтому давайте научимся задавать друг другу вопросы. Потому что мы обычно думаем, когда разговаривая с человеком, что он понимает, как я. Что он все испытал, как я. Что он имеет весь опыт, как я. И мы с ним разговариваем, на самом деле мы говорим сами собой. И поэтому вот начальник, допустим, пригласит 10 своих заместителей. Я же очень много министров знаю, потому что я их обучал. Он говорит, слушай, что такое? Я им команду дал, им объяснил. Вы поняли все? Все поняли. Потом через месяц встречаемся, а нет выполнения. Почему? Каждый понял по словам. Потому что не понимает друг друга. Надо задавать вопросы и не стесняться задавать вопросы. Надо спросить, а что ты под этим подразумеваешь? И тогда вдруг открывается, что он имел в виду совсем другое. И вот так выстраивается диалог. Надо учиться диалогу. Это так. Спасибо большое. На самом деле вот эта вот мысль о диалоге, о том, что мы не можем жить в голове другого человека и знать, о чем думает наш собеседник, наш ребенок, наш брат, сестра, мама или папа. Прекрасную мысль мы предлагаем на ней завершить. Сегодня о том, что да, мы уже не первый эфир, заканчиваем мыслью о том, что главное вести диалог с близкими, быть с ними рядом здесь и сейчас. Уважаемые эксперты, Алексей Валерьевич, Хасай Магомедович, спасибо вам большое сегодня за такое продолжение диалога. Мы вчера начали вообще о стрессе в большинстве для взрослых. Сегодня поговорили очень досконально про детский стресс. Мы благодарим вас и напоминаем всем нашим зрителям о том, что завтра мы продолжаем эфиры. Следите, пожалуйста, за нами на YouTube и вы можете продолжить задавать свои вопросы на 2-94-96-10. Благодарим еще раз. До свидания. Всего доброго. Всего доброго.